Здравствуйте, дамы и господа. В этом примере мы рассмотрим моделирование рассвоения Plansys Mechanical версии 14.0. Моделью является плоское сечение с плоско-деформируемым поведением. Нижняя заготовка закреплена жесткой заделкой под нижней грани. Левая грань верхней заготовки поворачивается на полградуса. Между заготовками существует контактная пара с возможностью разделения. Суть метода рассвоения заключается в задании особых свойств материала, контактной паре, и вследствие возникновения критического уровня напряжений, растягивающих или сдвиговых, происходит необратимое разделение контактных поверхностей. Давайте перейдем к примеру. Воспользуемся заранее подготовленным проектом. У нас присутствует стандартная модель материала для стали. Ничего не меняем. Заранее подготовленная геометрия. И поскольку задача у нас будет плоская, то необходимо перед импортированием геометрии в Mechanical убедиться, что в настройке геометрии тип анализа стоит 2D. Далее открываем Mechanical. Открываем Mechanical и видим плоская заготовка. Для того, чтобы выбрать тип поведения двухмерной модели, как плоско-деформированная, на вкладке геометрии выберем настройку 2D Behavior как Plane Strain. Также присутствует плоско-напряженное состояние, оси симметричное и обобщенное плоско-деформированное. Для данной сдачи нам потребуется достаточно мелкая сетка, но мы ограничимся сеткой с размером 1 мм. Сгенерируем сетку. Для создания контакта с разделением используемся стандартным интерфейсом для создания контакта типа Bonded между двумя ребрами двух заготовок. Сделаем этот контакт несимметричным, чтобы одно ребро было контактом, а второе ребро было целью. Это формулировка PurePenalty. Общий метод с разделением поддерживает только штрафные методы. Это PurePenalty и Argumented LaGrange. И зададим PinballRadius в сферу захвата 1 мм, чтобы контакт при разделении не потерял свою пару. И для создания свойств контакта, поддерживающего разделение, воспользуемся командой вставкой следующего содержания. Для задания свойств материала, поддерживающего разделение, нам потребуется максимально допустимое напряжение на растяжение, в данном случае на сдвиг, далее максимально допустимое удлинение до разрушения связующего и толщина слоя связующего. Умножив максимальное удлинение на толщину связующего, получим зазор после разрушения связующего, который образуется между контактными парами. И для того, чтобы задать непосредственно сами свойства, воспользуемся командой TB с аргументом CZM, CAHEYSYV ZONE MATERIAL. У этого материала есть 4 формулировки, но в данном примере мы воспользуемся наиболее простой материал, в свойствах которых необходимо указывать максимальное напряжение на растяжение и на сдвиг и как раз вот эту величину зазора, образующегося после разрушения связующего. Также здесь присутствует величина искусственного демпфирования. Рекомендуемая величина варьируется от 1 тысячной до 1 десятитысячной. И последняя величина является показателем включать или не включать проскальзывание в касательном направлении при нормальном давлении. 0 не включать, 1 включать. Поскольку формулировка контактов у нас штрафная, то здесь не последнюю роль играет жесткость контакта. Поскольку проведение материала является билинейным, оно работает по такому закону. Сначала материал сопротивляется, достигает определенного максимального напряжения на растяжение или на сдвиг, а дальше происходит разгрузка и разделение без сопротивления. Так вот, тот зазор, который мы задали, находится на данном графике здесь. Жесткость контролирует наклон каевой нагрузки и, соответственно, каевой разгрузки связующего вещества. Вот, для того, чтобы адекватно задать эту жесткость, воспользуемся вот такой формулой. Минус. Поскольку с минусом мы задаем величину жесткости контактов в явном виде. Далее, используется вычисление максимальное напряжение. В данном случае оно одинаковое для нормального касательного направления. И делится на величину 0.75 умноженную на зазор. Вот 0.75 – это величина, которая показывает соотношение длины пути нагрузки к разгрузке. То есть, в данном случае у нас 75% от этого пути будет нагрузка, и за 25% пути будет материал разгружаться. И после этого будет происходить разрыв связующего. Далее, зададим граничные условия на модель. На нижнюю грань Fixed Support – жесткую заделку. На левую грань верхней заготовки наложим поворот при помощи нагружения Remote Displacement с формулировкой Rigid, для того, чтобы само ребро при повороте не деформировалось, чтобы не возникало завышенных напряжений. Изменим некоторые настройки решателя, поскольку по умолчанию они такую задачу решить не позволят. Первым включим автоматический шаг по времени. Начнем с 10 подшагов и максимальное количество в 10 тысяч. Используем прямой решатель, отключим слабые пружины и обязательно включим геометрическую неледейность – Large Deflection. После этого можем запускать задачу на расчет. После достаточно продолжительного и непростого расчета с большим количеством бисекций получаем результат. На картине перемещений присутствует некий скачок, что соответствует на полном разделении двух поверхностей. Хорошо процесс разделения видно на картине эквивалентных напряжений. Анимация по набору результатов, не распределенная по набору. Видим, что максимальное напряжение происходит. Максимальное напряжение находится в зоне непосредственного разделения контакта. После достижения какого-то уровня разделения, две поверхности полностью отходят друг на друга. Также в постпроцессоре можно посмотреть движение статуса контакта. Как видите, здесь с этими полями рассмотрено различные его состояния. Желтое – это разделение, оранжевое – это непосредственно сам процесс разделения. И темное оранжевое показывает статус контакта, который еще не разделился. Также можно посмотреть нормальное давление, pressure, сдвиговое напряжение, frictional stress. Уровни напряжений могут иметь некоторые скачки и неоднородности, и могут превышать значения, заданные нами в явном виде, 50 мегапаскалей. Это следствие несовершенства штрафных методов, pure penalty в данном случае. Также следует заметить, что данный способ создания свойств материалов является приблизительным, и реальные свойства материалов и жесткости контактных пар необходимо подбирать экспериментально. Это общие рекомендации. Также очень важный момент – при использовании командных вставок необходимо помнить, что в mechanical присутствуют свои единицы измерения, а поскольку mechanical является пре- и постпроцессором для решателей mechanical.pdl, то у решателя также присутствуют свои единицы измерения. Так вот, если мы задаем в командных вставках единицы измерения в мегапаскалях и миллиметрах, то необходимо убедиться, чтобы решатель воспринял эти единицы правильно. И для этого в настройках решения, в анализе с Data Management укажем, что единицы решателя с over units будут внутренние миллиметры. Иначе, если они будут активными, и мы поставим единицы измерения в метрах, то значение из командных вставок решатель воспримет в других единиц измерения, и это не даст нам верное решение. На данном примере у меня все. Спасибо за внимание. Если возникнут какие-то вопросы, можете обратиться на сайты keexpert.ru и keclub.ru. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.